Добрый день, уважаемые трейдеры. Меня зовут Гаценко Андрей. Я представляю Академию трейдинга и инвестиций. И у меня есть кое-какие торговые идеи на сегодняшний день. Напоминаю, что сегодня у нас уже на дворе 25 июля 2018 года. Впереди будет череда интересных новостей, в том числе и сегодня. Но мы пока остановимся на наших основных торговых инструментах, таких как евро-доллар, золото, нефть и, кстати, доллар-рубль. Напоминаю, что доллар-рубль у нас на сегодняшний день имеет невероятную волатильность. Я сегодня уже кому-то показывал идеи в ланге. Все хотят покупать доллар против рубля. Я пытаюсь их пока отговорить. Пока приоры держатся. Вчера вечером было просто невероятное укрепление американской валюты. И это, естественно, связано с заявлением Дональда Трампа, который у нас является каким-то рупором просто, после которого начинается мега-движение. Он заявил, что признает вмешательство России в выборы и боится новых вмешательств, новые выборы. В общем, все это было просто невероятное движение. Вчера по доллар-рублю, рубль 62.70 стал стоить 63.50. Но сегодня с открытия московской биржи с 10 часов его прям здорово осадили. Я думаю, что это Центробанк мониторит такие заскоки, чтобы рубль не улетел в космос. И сейчас мы видим, что он назад практически опять вернулся и продолжает гулять в своем коридоре 61.63, который пока всех устраивает. Но что интересно, очень многие сегодня с открытия пытались ланговать в сторону вот этого импульса. Но я практически 100% уверен, что Центробанк Трампа как бы вот здесь осадил и не дал спекулянтам завести этот процесс как бы бесконтрольного роста американского доллара против рубля. Что касается других инструментов, это на сегодняшний день будет интересный еврик. Почему? Ну, во-первых, евро-доллар отрабатывает идею баксового ослабления, которое также началось опять с Трампа. То, что я говорил в четверг, Трамп давал интервью компанию CNN, где объявил о том, что не разделяет политики повышения ставок Федеральной резервной системы. Вот на этих дрожжах доллар повсеместно сократился, сократил свои позиции и, соответственно, это привело ослабление доллара к повышению и евро, и золота, и фунта. То есть все баксовые инструменты дружно отреагировали на это событие. И сейчас мы видим зарождение третьей волны от этого большого суперимпульса, который может развиться дальше в трешку. То есть была первая трехволновка, и сейчас может развиться вторая трехволновка по такому большому сценарию на дальнейшее ослабление баксов. Это видно и в золоте. Золото довольно чище это все отрабатывает. Напомню, что Трамп заявил в своих согласиях и несогласиях у нас в четверг, и сейчас золото потихонечку так же тянется. Вот. Вчера, что интересно, вчера по всем инструментам, начиная с 10 часов утра, когда открылась Европа, бакс тоже везде очень здорово просел. Вот. И золото выросло, и фунт, и евро, доллар тоже. То есть сейчас разыгрывается именно долларовая карта, и все валюты просто подстраиваются под него. То есть никаких сильных новостей на данный момент по евро, либо по фунту не было, в том числе сегодня. Но напоминаю, что сегодня, сегодня, так, сегодня у нас уже, так, среда, в четверг у нас завтра будут хорошие новости по евро. Так, четверг, вот, вот они. Сейчас покажу вам. Четверг, среда. Так, вот он наш четверг. Смотрите, в 14.45 ставка по депозитным средствам и решение по процентной ставке евро, да, нулевая ставка, просто люди живут и кайфуют. Вот. Навряд ли, конечно, ее изменят, но все так говорят. Когда выходит ставка, всегда движение сильное. Но даже не сама ставка будет интересная, как в 15.30 наряду с новостями по баксу будет и пресс-конференция ЕЦБ. Отфильтровать эти новости можно просто в этот день торговать только евро и все. То есть, не лезьте в золото и будете торговать тогда чистую пресс-конференцию, которую можно будет смотреть онлайн. В 15.30 будет эта новость. Я надеюсь успеть на нее посмотреть. Дело в том, что завтра у нас совместный живой такой семинар, вебинар с нашим партнером компании Церих. Церих, вот этот анонс 26 июля в 19.00, секреты премьерного тренинга, новичка до профи, спикеры. Да, будет Юлиана Сорокина, это преподаватель школы биржевого мастерства Церих. И я буду с ней тоже выступать вместе. То есть, у нас будет такой совместный веб, живой. Можете, кстати, прийти по адресу в Церих, в Севоложский переулок, дом 2, стране 2. Так, сейчас проверю. Это тот точный адрес? Да, это тот же адрес, метро Кропоткинская. Кто с Москвы, приезжайте. Кто не с Москвы, прилетайте. Так, а мы продолжаем. Продолжаем анализ. Ну, то есть, сейчас ослабляется американский доллар. Это видно везде, даже через доллар и иену. Напоминаю, что Трамп выступил у нас вот здесь. И уже по иене идет и третья волна. И сейчас на иену просто идет мега давление. Я думаю, что это все будет пробито уже сегодня, завтра. Так, сегодня, по-моему, тоже новости по американскому доллару. Давайте глянем. Так, 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 так. Сегодня в 17.00 продажного жилья. Да. Если продажи выйдут слабые, доллар просто провалится. И во франке это видно тоже очень здорово, особенно на таких вот таймфреймах, как 4-х часовой, да и на дневной. Ярко выраженное такое слабое бычье движение, которое уже нарушается, нарушается структура его. И фактически мы стоим на грани обвала доллара против франка. В принципе, то же самое происходит и по иене. То же самое происходит по золоту. Ну вот, британец потихонечку тоже ползет, потому что пока никаких новостей с Британией позитивных пока нет. И поэтому британец отыгрывает тоже долларовую карту. В августе будет приниматься решение процентной ставки. Британцы непредсказуемые, да. Вы помните, как разыгрывался Brexit. Вот, поэтому если британцы поднимут процентную ставку, фунт будет просто в космосе, потому что это будет неожиданно, да. Потому что данные последние выходили плохие относительно ставки, но британцы могут учудить все что угодно. И у них изменения ставки, как минимум новости, они уже на начало августа стоят. Кстати, многие спрашивают меня, почему зародился такой мегатренд по фунту и почему он так упал. Могу вот что сказать. Дело в том, что на сегодняшний день я, ну, скажем так, не могу добиться от людей понимания того, что когда они торгуют валютную пару, объяснить им, что это не одна валюта. Это две валюты, по которой могут выходить новости друг относительно друга и так далее. И у базовой, и у котируемой валюты могут быть свои собственные среднесрочные и долгосрочные тенденции. Так вот, падение фунта гигантское, да, на фактически сегодняшний день там 13 тысяч пунктов по пятому знаку, оно связано не только с негативом по фунту, но и то, что именно в это же время, если вы откроете золото, вот посмотрите фунт, когда начал падать, в середине апреля, если вы откроете золото, как чистый перевернутый индекс доллара, вот, то вы увидите, что с середины апреля золото также отвесно падало. С чем это связано? Это связано с укреплением американского доллара. Если вы торгуете британский фунт и хотите поймать хорошее нисходящее движение, вы должны это делать на слабых новостях по фунту и при этом в мониторе золота, да, чтобы взять тренд вниз, для вас нужно, чтобы доллар укреплялся и золото падало. Тогда вы действительно можете зацепиться в очень-очень хорошее движение. В противном случае, если даже выходит очереда негативных новостей по британцу, а, допустим, доллар при этом слабеет, то никакого тренда не будет. И многие спрашивают, почему вот выходит новость, а рынок никуда не идет. Ну, потому что это же вы торгуете не индекс какой-то или не товар отдельный. Вы торгуете валютную пару. В этом уравнении всегда две переменных. И вы это всегда должны четко знать. И базовые котируемые валюты меняются. Поэтому, если вы хотите поймать, допустим, нисходящее движение по фунту, вы должны использовать негативные новости по британцу и понимание, в данном случае, среднесрочного укрепления американского доллара, которое вы можете мониторить различными способами. Либо через индекс доллара, чего я не советую делать, либо через золото, который, на мой взгляд, является чистым индексом. Кто-то смотрит, что и с S&P, Dow Jones и так далее. Это тоже правильно. Вы это можете понять общую картину доллара, который в этой паре находится на втором месте. И чем он крепче, тем ниже эта пара будет двигаться в своем направлении. Если, с другой стороны, вы хотите взять, допустим, среднесрочное движение, допустим, наверх, то для этого, в конкретно этом инструменте, вам доллар поможет только, если он будет слабеть, а данные по фунту будут выходить положительные. И тогда начнется перекос по частному от этой дроби, базовой валюты, которая ведется в фунт, котируемый американский доллар, и вы действительно можете заработать в этом движении. Если вы будете на рынок смотреть так глобально, широко, тогда, может, сделки у вас будут реже, но качество их будет гораздо выше. Так, это что касается текущих моментов. Так, сегодня, напоминаю, у нас новости по нефти. Нефть мы отторговываем на следующий день после новостей. Это самый лучший вариант. Последнее движение по нефти, третья волна от новости. Это была предпоследняя. Вот новость выходила, откат, трешечка вниз. Дальше по нефти, стульник, среда. Вот новость выходила, откат на следующий день и третья волна наверх. Как расторгуются эти новости, никто не знает. Будет движение вниз, будем на следующий день работать вниз. Если наоборот, то вверх. Соответственно, нефтяная новость для нас является опорой для отработки на следующий день. Так, что касается новостей, я рассказал. Так, сегодня, да, в 17.30, сейчас уже практически в 15.00. Осталось немного времени, так что подождем, посмотрим, как расторгуются. Так, это я показал. Да, еще напоминаю, что у нас продолжается акция. Пройди обучение, получи 500 долларов на счет фактически в управлении. Обучение у меня по торговому методу NG, который длится 3 недели. И после которого идет месяц практики, после обучения у вас 500 долларов на счете. И вы можете торговать на них и выводить с них прибыль. Естественно, под моим контролем. И это делается в небольших группах. Вот, и трейдинг-чат идет на месяц в подарок. То, что касается моего вот этого нового курса. Так, это, кстати, у меня корреляции. Да, ну и, собственно, на завтра, да, напоминаю, что завтра в 19.00 с нашим брокером-партнером Церих проводится совместный вебинар в Церих Place. Желающие могут приехать на эту встречу. И там хороший зал. Будет онлайн-трансляции и живое общение, доска. Вот, в общем, мы с Юлианой Сорокиной вдвоем будем проводить мастер-класс по трейдингу. Вот, у них интересный спикер. Будет рассказывать больше по, ну, по московской бирже, как торговать акциями. Я буду рассказывать про Форекс и про валютный и, главное, товарный рынок. То есть, как торговать золото, нефть, какие особенности. Как мы этому обучаем и как это все выглядит. Поэтому приходите, будет интересно. Вот, в 19.00 по адресу Северский перевелок, дом 2, строение 2. Вот, также напоминаю, что в пятницу пройдет вебинар. Как обычно, да, в 19.00. То есть, послезавтра регистрируйтесь. Ссылку тоже дам. Если вы не с Москвы и хотите посмотреть и поучаствовать, кстати, в вебинаре с нашим брокером-партнером Церих, то вы это можете сделать по ссылке, которая будет под этим видео. То есть, регистрируйтесь по ссылке, принимайте участие в этом вебинаре. Те, кто может приехать вживую, те, кто подключится удаленно, также отвечу на ваши вопросы. В принципе, на этом все. С вами был Гаценко Андрей, Академия Трейдинга Инвестиций. Всем спасибо. До завтра. Завтра утром тоже будет обзор. Напомню вам про все торговые идеи. И вечером мастер-класс с Церихом. Все. Всем спасибо. До новых встреч и пока. Продолжение следует.